Джин Вулф Урт нового солнца. Эта книга посвящается Элиоту и Барбаре. Кто знает, отчего? Встань, бросил камень в чашу тьмы восток. В путь караваны звезд, мрак изнемог. И ловит башню гордую султана, охотник солнца в огненный селок. Омар Хайям. Глава первая. Грот Мачта. Итак, забросив в волны времени одну рукопись, я ныне сажусь за новую. Глупо, конечно, однако я вовсе не столь глуп. И впредь, надеюсь, не выживу из ума настолько, чтоб всерьез тешиться мыслями, будто все это когда-либо отыщет читателя, хотя бы в лице меня самого. Позвольте же для начала, пусть даже этой рукописи никто никогда не прочтет, объяснить, кто я таков и что сделал для Урт. Настоящее имя мое — Севериан. Друзья, коих у меня никогда не имелось помногу, звали меня Северианом-хромцом. Солдаты, служившие под моим командованием в великом множестве, коего, однако, никогда не бывало довольна Северианом-великим. Враги, плодившиеся, как мухи, подобно мухам, порождаемым трупами, ковром устилавшими поля наших битв, Северианом-казнителем. Я был последним автархом Содружества, а значит, единственным законным правителем сего мира в те времена, когда он носил имя Урт, однако сколь же привязчиво заразно писательское ремесло. Несколько лет назад, если время до сих пор хоть что-нибудь значит, я писал в каюте на борту корабля Цаткеэль, воссоздавая по памяти книгу, написанную мной в клеристории обители Абсолюта. Так я писал, а затем засыпал, а, пробуждаясь, садился за руку. Рукопись, снова и вновь отправляя перо в полет от края к краю страницы, пока не выплеснул на бумагу, как вошел в башню бедной Валерии, и, как услышав сто языки и голоса ее изъеденных временем стен, почувствовав тяжесть павшего на плечи бремени зрелости, понял — молодость в прошлом. По-моему, с тех пор прошло десять лет. Десять лет миновало с тех пор, когда я писал об этом в стенах обители Абсолюта. Возможно, сейчас сей срок составляет уже столетия, а то и более. Как знать. В дорогу я прихватил с собой узкий свинцовый ларец с плотно пригнанной крышкой. Рукопись, как я и рассчитывал, заполнила его доверху. Закрыв и заперев ларец на замок, я переключил пистолет на самую малую мощность и лучом его сплавил крышку с ларцом в единое целое. Чтобы выйти на палубу, нужно миновать череду странных коридоров, где зачастую слышится гулкая речь, не всегда членораздельная, но неизменно понятная. Достигнув люка, следует облечься в незримый воздушный плащ, окутаться собственной атмосферой, удерживаемой пустяковой с виду вещицей, вроде блестящего ожерелья из цилиндрических звенышек. В этой вещице содержится все необходимое. Воздушный капюшон, воздушные перчатки для кистей рук. Эти, однако ж, стоит схватиться за что-либо, истончаются и пропускают холод. Воздушные сапоги и так далее, и так далее, и так далее. Те корабли, что ходят меж солнцами, вовсе не таковы, как корабли-урт. Вместо палубы и корпуса сплошь палубы-палубы, одна за другой. Перемахни леер и ступай по соседней. Засланы они деревом, противостоящим смертоносной стуже куда лучше металла, а металл и камень служат им основанием. Мачты, торчащие над каждой из палуб, в сотню раз превосходят высотой флаговую башню цитадели. С виду они кажутся безупречно прямыми. Однако, если взглянуть вдоль любой из них, будто вдоль пыльной и стоптанной дороги, уходящей за горизонт, увидишь, что все они слегка, едва заметно гнутся, кланяясь ветру солнц. Мачт этих не сосчитать. И каждая мачта оснащена тысячей рейв, а каждый рей несет на себе парус цвета сажи и серебра. Паруса заслоняют собою небо, и если стоящий на палубе захочет полюбоваться лимонными, белыми, розовыми, фиолетовыми огнями далеких солнц, разглядеть их меж парусов будет не проще, чем среди туч в осеннюю ночь. От стюарда я слышал, что матросы, несущие вахту на реях, порой оступаются. Случись такое на урт, несчастный погибнет, разбившись о палубу. Здесь же матросы избавлены от подобного риска. Пусть корабль и огромен, и полон несметных сокровищ, и мы куда ближе к его центру, чем те, кто ходит по урт, к сердцу урт, силы его притяжения совсем невелика. Пушинкой падая вниз среди множества парусов, беспечный матрос рискует разве что утратить достоинство, однако насмешки товарищи ему не слышны, ибо пустота заглушает любой голос, кроме голоса самого говорящего. Субтитры создавал DimaTorzok